Мы когда договаривались об этом круглом столе, коллеги подняли вопрос, что надо посмотреть, какие наработки сделаны европейским сообществом по сохранению малых водоемов. И я сделал небольшой обзор их работы, их исследований, их мнений. Заранее извиняюсь, могут быть какие-то неточности, я не во всех темах специалист, но попробовал сделать обзор. Что важно отметить, что терминология и типология основываются на том, с чем люди работают. Я вот так из интернета набрал фотографии, которые дают такое общее представление о тех водоемах, с которыми имеют дело европейцы. Это в основном такие водоемы агроландшафтов, альпийские озера, скальные лужи, карстовые водоемы, временные водоемы и большое количество водоемов городов, садовых водоемов. Ну и немного старец. Для начала хочу отметить, это понятно, но я иногда тоже встречаю такую путаницу, не совсем корректный перевод слова понт, как пруд. Но есть принципиальная разница, у них понт это любой водоем, а у нас все-таки считается пруд это искусственный водоем, поэтому я его перевожу всегда и тут буду говорить, что понт это малый водоем. Ну или пруд в кавычках. Что касается мнения европейского сообщества, то они честно пишут, что согласия в этом вопросе нет, есть очень много разных мнений, и считается, что водоем от нижней границы это один квадратный метр, а верхнюю границу сложно определить. Они приводят примеры рыборазводных прудов, которые занимают несколько тысяч гектаров, и они тоже у них считаются как малый водоем. Ну вот встречается цифра в 10 гектар, и приводится цитата о том, что вот миллионы водоемов площадью менее 10 гектар, которые представляют 30% от общей площади всех водоемов суши. Это фактически прямая цитата из работы Даунинга с авторами, где они сделали глобальную оценку обилия и распределение всех стоящих водоемов мира. И там действительно вот это одна десятая квадратного километра или 10 гектара, оно и введение приводится как такая градация, которая отделяет те водоемы, которые раньше не оценивались в глобальных каких-то оценках. И потом в рамках анализа действительно вот эти водоемы менее 10 гектар, это подавляющее количество доля по количеству и по площади занимает где-то третий. Но опять же это очевидно, это искусственная граница, они поскольку в анализе используют такие порядки. Есть еще британское прудовое сообщество, которое гораздо дольше существует европейского, и они в 90-х начали свою работу, и они определили малое водоем как под площадью до 2 гектар. И такая оговорка, что которые обычно заполнены водой как минимум 4 месяца в году. Но они долго работали, и вот уже тоже старая работа, но тогда они продвели итог 15-летним своим исследованием. В частности, там есть отдельный раздел, приложение, где они собрали все определения малого водоема, понда, и они разбили их на 4 основные концепции. Я вот по ним пробегусь кратко. Ну, первая группа, это вот когда исследуют ЭГЭ, что это, в общем, невозможно выделить как-то обоснованно малый водоем. И есть некий континуум экологический, в общем, любое разделение, оно искусственно. Есть большая группа определений, которые говорят о том, что малый водоем – это просто маленькое озеро. И здесь, в общем, иногда приводится критерий, например, как вот дождевая вода может существенно изменить гидрохимию, или достаточно мелководно, чтобы свет может проникнуть до дна. Но вся суть сводится к тому, что это просто небольшое озеро. И вот большая группа определений, она более обоснованно связана с растительностью, что это малый водоем, который достаточно мелководный для полного зарастания растений. И здесь тоже различные вариации, либо водоем, где в самой глубокой части могут расти растения, либо в целом они занимают всю площадь. Ну, иногда упоминается температура, свет, стратификация, но в целом вот суть определений площади зарастания растений. Ну и большая группа определений, где там разные факторы учитываются, но в целом достаточно произвольно тоже выделяется там 20 квадратных ярдов, 0,4 гектара, 50 метров поперечники и так далее. То есть существует достаточно множество вот этих границ. Ну и вот они по итогам этого анализа приходят к своему исходному определению. Единственное, они вычеркивают вот эту фразу «заполненный водой как минимум 4 месяца в году» и говорят, что это любой водоем, постоянный, сезонный, который от 1 квадратного метра до 2 гектар. Но они добавляют отдельную приписку, цитируют швейцарских ученых, которые добавляют этот критерий, связанный с растительностью. Это водоем, который дает возможность водным растениям колонизировать почти всю площадь пруда. Но здесь возникает некоторая путаница. Есть еще такой в западной литературе широко распространенный термин, как мелководные озера. И они, в общем, тоже определяются как водоем, который может обширно зарастать макрофитами. Но в отличие от таких пондов, они могут занимать гораздо большую площадь, сотни квадратных километров. Иногда используется фактор, что там про температурную стратификацию, но, в общем, последняя работа показывает, что даже в очень мелководных одоемах могут быть разные слои. И, в общем, не может быть критерия, а растительность, она достаточно хороший критерий. Но вопрос, как это отделить тогда, есть ли различия от мелководного озера и дальше пруд. Вот проведено несколько исследований. Вот это такое очень качественное, глубокий анализ датчане провели. У них проанализировано где-то 800 озер, очень разнообразных по площади, но в большинстве своем мелководных. И вот по графикам из этой работы видно, что, в общем, нету каких-то... Ну, вот столбики, они градации от 1,1 гектара, менее 1 гектара и так далее. И, ну, видно, что по гидрохимии никаких особо четких различий нет. Есть нефтика, континуум. Вот, по соединениям азота фосфора тоже, в общем, ситуация похожа, из-за исключения вот аммония, который в подаемых менее 10 гектар существенно высокие концентрации. По биологическим всяким показателям тоже нет. Вот по биоразнообразию рыб, зоопланктонов, фитопланктонов достаточно ровный градиент получается. И также по различным показателям зоопланктонов. Ну, вот есть, где относительно красивая картинка, это по общей биомассе рыб. Действительно, вот для него более 1 гектара она существенно возрастает. По зарастанию тоже так условно можно выделить 1 гектар, где выше которого, ну, в площади выше более 10-1 гектара снижается зарастание. Кроме этой работы есть работы по горным озерам. Вот Словенцы, если не ошибаюсь, они сделали такой анализ, 59 рудоемов проанализировали. И у них по показателям биоразнообразия макробеспозвоночных получается такая граница в 2 гектара, после которой происходит изменение, достоверное изменение показателей сообщества. Похожая работа, но более обширная. Тоже на Альпийских озерах изучали хирономиды, зоопланктоны, водоросли. И здесь тоже смена сообщества происходит, достоверно, на границе уже 3 гектара. Но есть альтернативное мнение, что бельгийцы сказали, что вот это любое разделение по размерам можно считать искусственным и контрпродуктивным. Они здесь приводят, ну, вот, например, бинтасоядных рыб, которые могут быть каким-то показателем изменения экосистемы, ну, как бы различий этих экосистем. Ну, и вот они приводят воздействие ветра. И вот по воздействию ветра есть много таких мнений. И вот, например, тоже датская монография, они четко введение разделяют, что они считают озером, а что они считают пондом, малым водоемом. То есть озеро там, где вызванная ветром турбулентность, играет основную роль в перемешивании, а в малом водоеме играет роль температурное перемешивание. Вот совсем свежая работа тоже британское сообщество и европейское сообщество по малому водоему. Они написали работу, проанализировали приоритетные исследования и пробелы в знаниях. И там первым пунктом как раз идет вопрос, есть ли экологическая какая-то обоснованная граница между озером и пондом. И они здесь приводят различные критерии, которые можно использовать, например, размер литеральной зоны, площадь водосбора, неоднородной среды. Но тоже приходит к основному выводу, что все-таки надо искать где-то там, где происходит смена процессов смешивания. Ветрового или температурного. Ну и подытожив мои впечатления, скажем так, от их исследований, что вот есть три ступени, есть мелководные озера, которые четко можно отделить от полуфактора растительности, которая может полностью покрыть дно, с тем, что они глубиной где-то до пяти метров. И малый водоем, где ветровое перемешивание играет меньшую роль, температурное перемешивание преобладает. И по различным показателям можно их ограничить там двумя-тремя вектарами. Ну и следующая ступенька временный водоем. Пул часто тоже такой термин употребляется, который периодически высыхает. Но здесь я не буду остановиться подробно. Возможно, Александр Александрович дальше скажет. Что касается типологии, то вот та, которая у них на сайте, это скорее даже больше районирование. У них был проект уже давние лет 10 назад, и была такая задача провести типологию. Но сложно сказать, насколько они справились. Они использовали данные литературные о распространении и взяли за основу водных беспозвоночных. У них получилось 4 группы водоемов, средиземноморские, атлантические, альпийские и континентальные. Они использовали вот такие достаточно большое количество показателей, характеристик беспозвоночных. И у них вот получилось, по-моему, многофакторному анализу, что четко выделяются средиземноморские водоемы, континентальные. А вот атлантические, альпийские, они записали в одну группу, хотя текстом они пишут, что это, в общем, разные условия там. Ну, постоянные, временные, достаточно четко отделяются. Ну, и в целом, вот поскольку на сайте эта вот работа, по сути, у них выложена под названием «Предварительная типология Западной Европы», «Малых водоем Западной Европы». Но вот то, что они опубликовали, уже называется «Биологические характеристики». В общем, о типологии речи нет. То есть не очень у них получилось сделать типологию. И вот они в общих выводах говорят, что сам проблема с данными, которые были бы единообразными, и исследователи не публикуют, не приводят свои данные, сложно найти информацию. Ну, и также исследователи не очень охотно дают свои данные. Поэтому они видят решение этого вопроса в региональных типологиях, которые можно провести на, собственно, полевом материале. И затем, как бы, если эти региональные типологии делают по единой системе, дальше можно как-то уходить на всеевропейские уровни. Но вот сколько я посмотрел, я не нашел каких-то свежих работ. Я так понимаю, что эта работа не очень продвинулась с тех пор. Ну, и в конце, как бы, в качестве уже дискуссии, сейчас чаще, все чаще появляются работы, говорят, не о прудах, не о отдельных пондах, а вот пондскейпсах, не знаю, как перевести точно, можно водоемный ландшафт, система водоемов. И сейчас вот во всех проектах они используют именно вот такой термин, то есть они анализируют там пондскейпсы урбанизированных ландшафтов, пондскейпсы агроландшафтов, и вот именно работают со скоплениями водоемов. Но само определение я нашел, оно давнее, 97-го года, и там, в общем, можно объяснить, ну, как-то, что это группа водоемов с окружающими их наземными местами, которые как бы определяют пространство распределения и связность. Ну, connectivity тоже термин широко распространенный, не очень уверен в корректности перевода. Вот, таким образом, получается, важно не столько сам водоем, а сколько вот то, что между ними находится. И в качестве примера, вот из своего опыта, вот есть село, там много различных водоемов, и для многих организмов не так важно, это там копы, низа пруды, там канава. Важно, что насколько они соединены, насколько есть там зеленые коридоры, насколько близко расположены. И вот тоже пример пойменных водоемов, то есть есть комплекс водоемов, и некоторые из них могут быть больше одного, больше двух гектар, то есть они выпадают из этой размерной как бы типологии. Но, по сути, они живут по законам поймы, и это определяющая вещь. Но это уже как бы в рамках дискуссии, то есть возможно проводить все-таки типологию по группам ВДМ, по вот этим, по инскейпсам. Ну, у меня все. Продолжение следует...